Доброго времени суток! С вами Йети. В этом видео я расскажу, как максимально быстро убрать асимметрию на теле. То есть, например, у нас левая рука или левая сторона слабее развита, чем правая в плане объемов и силовых показателей. Как их потянуть, как их сравнять? Так вот, у меня был такой опыт. Четыре года назад у меня сняли гипс и три месяца, проходив в нем, я понял, что одна моя рука стала меньше. То есть, та, которая находилась в гипсе, она атрофировалась без движения, при том, что я не тренировался в этот период. Правая рука все равно осталась 41 см, потому что она в любом случае выполняет какие-либо действия в течение дня. А левая рука уменьшилась до 37 см. То есть, у меня была асимметрия в 4 см в обхвате. Как я эту ситуацию выравнивал? Во-первых, нужно забыть полностью про штанги, смиты и все прочее. Все, что дает нагрузку одновременно на две стороны. То есть, один снаряд для двух сторон. Это неправильно. То есть, если давать нагрузку на разные руки, то они в итоге выравниваются. Все очень просто на самом деле. Есть еще идея у людей тренировать каждую сторону отдельно. То есть, например, перестать тренировать правую сторону, но при этом тренировать левую. Объясню, в чем нюанс. Почему это хуже, чем мой вариант? Потому что, если бы я перестал тренировать правую сторону, которая и так была нетренированная, то левую руку я бы нарастил, она прибавила. Но при том же объеме она бы стала элементарно сильнее в силовых показателях. Так как правая сторона находилась бы без движения в любом случае. Даже была бы она в тонусе, без разницы. Но тренировав одну сторону, все равно по силовым показателям она бы стала лучше, чем правая рука. Поэтому, чтобы выровнять, нужно все равно давать нагрузку и на правую сторону тоже. Поэтому мы тренируемся с гантелями, но каким образом? Мы ориентируемся по силовым показателям на слабую сторону. То есть, если у нас левая рука слабее, то мы, ну скажем, она может поднимать. На тот момент, кстати, да, левая рука была примерно, наверное, если какие-либо сгибания на бицепс использовать с гантелями, то она была примерно на 7,5 килограмм, наверное, слабее, чем правая рука. Поэтому, с чего мы начинаем? Мы ориентируемся на левую руку. Если левая рука может поднимать, скажем, 12 килограмм на 10 раз, то то же самое мы проделываем и с правой рукой. То есть, ориентируемся сильной стороной исключительно под слабую сторону. Таким образом, сильная сторона у нас не атрофируется. Она точно так же поднимает тот же самый вес, что и левая рука. И тренирована она в той же степени. Но при этом левая рука прогрессирует, так как для нее это большая нагрузка, а для правой руки это маленькая нагрузка, которой она уже готова. Соответственно, правая сторона у нас медленно-медленно растет, может быть, даже остается на месте и ждет по тренированности, когда левая рука с ней сравняется. Все очень просто. У меня эта асимметрия прошла где-то за полтора-два месяца точно. То есть, руки стали одинаковыми, скажем, по 42 сантиметра. И вы можете сделать то же самое. То есть, это очень простой вывод. Не знаю, почему люди на самом деле используют штанги в таких случаях. Потому что, очевидно, используя штангу, например, сгибания на бицепс со штангой, точно так же правая сторона все равно будет брать больше нагрузки. То есть, она будет, скажем, работать, поднимать 55% веса снаряда, а левая будет поднимать 45% веса снаряда. Соответственно, поэтому на правую сторону будет приходиться большая нагрузка, она будет лучше прогрессировать, а левая будет прогрессировать слабее. Эта асимметрия сохранится, скажем, на год. Когда правая дойдет до какого-то лимита, и левая уже будет к ней приближаться. То есть, таким образом асимметрия просто будет сохраняться дольше, а возможно, она даже наоборот будет прогрессировать за счет того, что правой стороне придется работать гораздо больше. Поэтому используем себе мой метод. Забываем полностью про штанги и снаряды на две руки сразу или на две стороны сразу. То же самое абсолютно работает, в принципе, и с ногами. Но такое я не практиковал, поэтому сказать не могу. То есть, там то же самое, скорее всего, если левая нога, скажем, была сломана и атрофирована, или правая нога, то лучше начать одновременно их развивать. То есть, использовать, опять же, какие-то разносторонние нагрузки. В тех же сгибаниях, разгибаниях можно делать каждую ногу поочередно. В итоге, когда они сравняются, можно переходить к приседу. Вот такой простой вывод для вас. Когда выравниваются силовые, как правило, мышечная масса тоже выравнивается. Если, по крайней мере, раньше эти руки были одинакового размера, или какие-либо мышцы. Вот таким образом можно изближать асимметрии и все это исправить в короткий срок. У кого-то это займет 2 месяца, у кого-то полгода. В любом случае, это работать на вас будет. Так как проверено на многих, всегда все прекрасно выравнивает. В том числе, сейчас я также испытываю небольшие проблемы, так как левая рука у меня имеет меньшую амплитуду. Из-за того, что там разросся сустав. Ну, то есть, я не знаю, какие это проблемы. Надо сходить на рентген, проверить. То есть, либо наросли остеофиты и все прочее в суставе, либо еще что-то. Но, по крайней мере, даже 4 года назад или 3 года назад я проверялся. У меня уже были проблемы. Амплитуда движения левой руки была меньше. То есть, поэтому я сейчас упор в основном делаю не на штанге, а на гантели и хаммеры и все прочее. Со штангой я тренирую, наверное, только ноги. В основном, да, присед и все прочее, что не относится никаким образом к руке. А во всем остальном, то есть, в каких-либо сгибаниях на бицепс, в разгибаниях, я постараюсь везде работать исключительно каждой стороной отдельно. То есть, брать такие снаряды, которые не ограничивают нас одним весом на две руки. В принципе, на этом все. С вами Йети. До новых встреч. До новых встреч.